Это что? Собака? Привет-привет! С вами Оля-ля на канале Дела Ушастые и со мной мои звездочки собаки Миссия и Шила. Моя семья является счастливыми обладателями аж двух собак редкой и необычной породы, которая называется фараонова собака. Я решила с вами поделиться рассказом о том, что это за зверь такой и как с ними живется. Погнали! Фараонова собака очень грациозная и внешне аристократичная животная с горлой осанкой и сухим мускулистым телом. У нее узкая вытянутая голова, длинная шея и изящные конечности. И вообще это очень изящные существа. Правда, не всегда. Бесспорно одно, фараоны это элегантные, стройные и мускулистые собаки с великолепными охотничьими данными. Высотой фараоновой собаки 50-60 см. Весят они 20-25 кг, а живот в среднем 10-15 лет. Открас у них оленей. Допускаются все оттенки рыжего цвета с белыми отметками на кончике хвоста, груди, пальцах и на переносице. На теле же животного других белых пятен быть не должно, иначе это будет считаться отклонением от породы. Шерсть короткая и плотно прилегает к телу. Хвост, как у любой борзой, должен свисать вниз и может быть приподнят только если собака находится в возбужденном состоянии. Взгляд фараона умный и благородный. За это отвечают выразительные янтарные глаза. Иногда они кажутся даже слишком человечными. Отдельное внимание надо уделить носу фараоновой собаке. Он у них карамельно-розовый, в тон основного окраса и очень подвижный. Фараоны умеют смешно морщить нос, тыкают и суют его куда попало, и поэтому их носу частенько достается. А еще считается, что нос фараон умеет краснеть. Но это точно не от стыда. Фишка фараона это его большие острые уши. Ну как в них не влюбиться? Они же похожи на эльфов. Уши высоко поднятые, торчат строго вверх. Правда, они также отличаются своей подвижностью и могут принимать в жизни совершенно разные положения в зависимости от настроения и состояния собаки. А вообще фараоны богаты на мимику. Таких выразительных мордашек я, пожалуй, ни у кого не видела. Иногда этих собак называют улыбаками, потому что в порыве эмоций они морщат нос и растягивают пасть в широком оскале. История фараоновой собаки окутана мраком тайны. Некоторые люди искренне верят в то, что порода существует более 5000 лет, а родина этой породы – Древний Египет. Более же вероятная легенда гласит, что финикийские торговцы завезли фараоновую собаку на остров Мальта, где она долгое время существовала в относительной безвестности и была распространена только на этой территории в качестве кроличьей борзой. Да-да, фараоны охотятся на кроликах. Потом же, в 20 веке, порода попала в Европу и далее уже стала известной по всему миру. Официально же порода была признана во второй половине 20 века, когда были утверждены нормы и стандарты породы. Одно известно точно – фараоновая собака – это примитивная порода. Значит ли, что она глупая? Да, конечно, нет! Примитивные или аборигенные собаки сильно отличаются от собак искусственно выведенных пород. Они сформировались в результате естественного отбора в условиях свободной жизни и тесного взаимодействия с людьми. Отсюда, кстати, берется и отменное здоровье фараоновой собаки без типичных для породы генетически наследуемых заболеваний. Фараон – это охотничья собака. Она отличается умом, сообразительностью, азартом и игривостью, а еще упрямостью и своенравием. Скажем так, это собаки себе на уме. Исторически они привыкли сами принимать решения и действовать самостоятельно. Поэтому команда хозяина для них не указ. Тем не менее, дрессировать фараона можно и нужно, на мой взгляд, чтобы в доме жила все-таки воспитанная собака. Делать это надо непременно с самого юного возраста и только в позитивной и интересной для собаки манере, то есть за лакомство, игрушки и поощрение. Наказание, грубость и насилие эта порода не переносит от слова совсем. Если обращаться резко и жестко с такой собакой, она попросту замкнется в себе и перестанет доверять человеку. Поэтому с фараоном надо научиться договариваться, и собака должна хотеть с вами сотрудничать. Учитывая независимый характер, фараон никогда не будет слепо и бездумно повиноваться человеку. Собака часто сперва обдумывает команды хозяина, например, от ее логичности или актуальности, например, в рамках ее собачьей логики, разумеется, и только после этого решает, выполнять команду или нет. Кстати, зная об этой особенности и о том, что у фараонов очень сильный охотничий инстинкт, На прогулке собаку категорически нельзя спускать с поводка. Обладая острым зрением и отличным нюхом, фараон может совершенно неожиданно для хозяина помчаться за учуянной добычей. И тогда ей плевать будет на любые команды и запреты. Инстинкт это сильнее. По этой же причине человеку надо быть внимательным на прогулках и помнить о том, что за любым углом могут быть кошки, птички, мышки или иные мелкие животные, которые могут быть восприняты фараоном в качестве добычи. Идеально же отпускать фараона бегать на закрытой огражденной территории. Там вот как раз собака может свою душу и отвезти. Дома же фараоны вполне хорошо уживаются с другими домашними питомцами, если они выросли вместе. Хотя многие предупреждают, что надо быть на чеку. У нас дома помимо двух собак живет еще два кота. Коты появились в квартире раньше псов, и собаки в принципе их не трогают. Ну, или почти не трогают. Младшая собака периодически норовит поймать кота. Но, зная характер одного нашего кота, есть предположение, что у них такие свои игричи, и сам кот не против поэкстремалить и поймать адреналин. Человеку фараоны не проявляют агрессии. И в семье они просто игривые душки. А вот к чужим людям они относятся с опаской. Фараоны вообще в целом довольно осторожные и робкие собаки в незнакомой для них обстановке. Кстати, по этой причине очень рекомендуется начинать раннюю социализацию щенка, чтобы тот привыкал быть в окружении разных людей и питомцев. В своем же социуме эти собаки мега общительные, поэтому от них их оставлять надолго категорически нельзя. Они очень скучают и страдают от одиночества. Из-за этой особенности породы мы решили завести вторую собаку-подружку, чтобы они могли вместе играть и веселиться, даже если мы на работе или заняты делами. И да, фараоны очень шумные эмоциональные звери. Они очень любят побубнить или полаять по поводу и без. Так они самовыражаются. Порой мне кажется, что миссии Шила реально пытаются до меня донести какую-то мысль или декламировать стихи собственного собачьего сочинения. Зато громкий фараонский голос делает из них отменную сигнализацию. Даже о ползущем в доме таракане они со всей ответственностью обязательно сообщат хозяину. Но если вы думаете, что из фараоновой собаки выйдет отличный защитник, то вы сильно ошибаетесь. Из-за своего добродушного нрава фараоны совершенно не способны защищать. И в случае экстремальной ситуации, скорее всего, защиту они попросят именно у хозяина. Ну, или бросится на утек. Лапы-то позволяют быстро и долго бежать. Особых сложностей в уходе за фараоновыми собаками не возникает. У них короткая шерсть, которая практически не линяет и не имеет характерного запаха псины. После прогулки мы обычно притираем лапы собакам тряпочкой и пускаем в дом. Если песики сильно запачкались во время прогулки, то можно их целиком протереть влажной тряпочкой, и они снова станут чистенькими и аккуратными. С младшей собакой мы периодически практикуем более основательное мытье в душе, так как она его не боится и, в принципе, с интересом относится к процессу. Старшая же собака Мисси у нас воду очень не любит. Помимо этого, собакам надо регулярно подстригать когти. Это процесс не из самых спокойных, но осуществимый. Правда, тогда приходится прибегать к хитростям. Недавно, например, мы учили Шилу самостоятельно подпиливать когти, а наждачную бумагу. Поскольку у собак короткая шерсть и практически нет жирового слоя, то не крайние мерзлячки. На зимние прогулки их надо обязательно одевать в комбинезоны, попоны или свитерочки. По этой же причине фараонова собака может жить только в доме. В будке ее не поселишь. Замерзнет. И да, фараонова собака – это диванная собака. К сожалению, их не сгонишь на улице и на полу им холодно, а на диване или кровати в самый раз. Согнать гордого фараона оттуда практически невозможно. Да и нужно ли? Они так умильно спят. Фараон – мегаактивная собака. Ей надо много двигаться, бегать и играть. Несмотря на то, что мы живем в городе, мы со своими собаками гуляем в день минимум три раза и суммарно не меньше двух-трех часов в день. Альтернативно эту собаку можно возить на курсинг. Это бег за механическим зайцем, где собака может вовсю проявить свой азарт охотника и выбегаться на несколько дней вперед. В условиях городской жизни эта дисциплина реально спасает от переизбытка энергии песиков. Ну, а если собака находится дома, то ей надо обеспечить достаточно развлечений. Игрушек много не бывает. И они должны быть разнообразными. Погрызть, потягать, побегать, подумать. И это не прихоть какая-то, если хочется, чтобы дом или квартира остались целыми и невредимыми, а не превратились в наряды для буйных игрищ. Стоит также отметить, что фараоны – отличные компаньоны в дороге. Их смело можно брать с собой в путешествия. Они хорошо переносят длительные поездки в машине и очень даже любят этот процесс. Старшая собака, Мисси, например, уже успела съездить на машине из Петербурга в Псков, Минск и Прибалтику. Конечно же, тем, кто и сам ведет активный образ жизни, готов много времени проводить на улице и любит прогулки, пробежки, велосипеды, различные походы. Также владелец фараона должен быть готов к большому количеству общения и взаимодействию с собакой, иметь достаточно времени на всевозможные совместные активности и приключения. А еще владелец фараона должен быть необделен изрядным терпением. Такую пертой своенравной собакой иначе не получится ужиться. Ну а самим не влюбиться в фараона просто невозможно. С их потрясающей способностью сочетать в себе безумную элегантность и неряшливую дурашливость. С фараоном жизнь точно будет богатой на эмоции, смех, улыбки и незабываемые моменты. Иногда она вас будет, конечно, бесить, чаще умилять и постоянно согревать своей искренней любовью. Ну что, вас впечатлили обвояли фараоновые собаки? Если да, то ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал. А нас впереди ждет еще много увлекательных видео о жизни с питомцами. Пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова